Карамсинка называется «Бой». Сидит, как Владимир Владимирович, и для Мадонны яркие балаклавы вяжут. Вдруг доносится до него громоподобный шум. Глянул из окна, а там несанкционированный крестный ход в защиту Шевчага и Макаревича. Идут черные хорубеносцы с черным колоколом. Все как один с непокрытыми головами и звонят в свой треклятый колокол. А впереди идет Никита Михалков с большим железным когтем и тоже без балаклавы. Вышли тогда против черных хорубеносцев девочки из Пусирая в разноцветных балаклавах. Да были выпороты Михалковским когтем. Вышли навстречу черным хорубеносцам Джигурда и Мадонна, увешанной цепями. Да только курам на смех. Вышел биться с черными хорубеносцами супергерой Стас Михайлов. Но Михалков и супер Стаса одолел. Заглушил его русскую песню колокольным звоном. Да разрубил железным когтем тефлоновую балаклаву. Пришлось тогда выходить против черных хорубеносцев самому Владимиру Владимировичу. Потому как нет больше королевственных супергероев. И надел он на бой старую заветную балаклаву, в которой еще Гагарин в космос летал. Бились Михалков и Владимир Владимирович не день и не ночь, а целую вечность капиталистическую. То один проиграет другому свои офшорные капиталы, а потом все вернет назад, да с великим прибытком. То другой проиграет первому все нефти и газы, но получит в прикупе двух тузов, да все вернет назад с великим прибытком. То один проиграет другому всех силовиков с конституционным судом в придачу, но вдруг удачно бросит кости, да все вернет назад. То другой проиграет первому все церковно-приходские хозяйства, но плюнет в ладонь, обернется демоном, да вернет все назад себе с выгодой. И так бесконечно. Выгляните как на улицу. Все еще бьются великаны земли русской.